Век цифровых технологий, когда мобильные гаджеты прочно укрепились в нашей повседневной деятельности и без которых нам уже тяжело представить нашу жизнь, мошенники ищут новые пути заработка легких денег через мобильные приложения. Целью нападков со стороны злоумышленников могут стать не только популярные личности, но и рядовые граждане. Вредоносное программное обеспечение, которое маскируется под безобидную программу, вынуждает пользователя самостоятельно их установить и выдавать необходимые привилегии. Таким образом, приложение получает неограниченный доступ к личной информации и к денежным средствам владельца телефона. Каким образом пираты на интернет-волнах могут взять на абордаж ваш телефон и как от них защититься, мы решили узнать у квалифицированного специалиста в IT-сфере. Я могу разделить классификацию на три основных вида вирусных решений. Первое – это у нас смс-троянцы, второе – рекламные модули и третье – вирус-эксплойт. Смс-троянцы – что это такое? Это смс-троянцы, они в основном маскируются под полезные приложения, пользователи устанавливают. И смс-троянцы, они управляют смски на платные сервисы, и при этом злоумышленник зарабатывает на балансе пользователя, жертвы. Защититься от вредоносных программ невероятно сложно, так как вредоносцы используют легальные техники. Поэтому виноватым остается сам пользователь. Не читая условия установки приложения, он доверяет и разрешает, например, бесплатному словарю или игре читать его сообщения, совершать платные звонки, а иногда полностью управлять устройством. Я дам несколько советов. Это элементарный совет, по сути, в принципе. В первую очередь нужно поменять пароли на всех ваших учетных записях. Если у вас в телефоне имеется банк из каких-то операций, то попрошу сразу заблокировать все ваши карточки, заблокировать все ваши счета. Если вы приложению не доверяете, у вас есть возможность, элементарный инструмент уже в базовом вашем операционном системе, это ставить список недоверенных приложений. То есть поставить галочку, и все, у вас операционная система автоматически запускает приложение уже в безопасном режиме. То есть не дает какие-то права или блокирует все админские корневые папки, чтобы вирус не смог запросить, допустим, какие-то дополнительные для себя авторизации. Есть простое правило. К каждому приложению следует относиться так, будто у него есть неограниченный доступ к устройству. Приложение может выглядеть безобидно, но действовать скрытно, либо обманным путем заставлять выполнять нежелательные действия. А доверять стоит только тем разработчикам, которые размещают свои продукты в официальных маркетах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова